здравствуйте дорогие телезрители и зрители которые увидели нашу программу в интернете сегодня в нашей студии отец всеволод филиппьев автор многочисленных православных книг книг преимущественно миссионерского содержания нынешнее время отец всеволод подвизается на святой горе афон отец всеволод гости со святой горы всегда приносит нам благие вести о чем хотели бы благовестить вы вот если бы вам дали такую возможность ударить в благовест какой радостью хотели бы поделиться с нашими зрителями ну пусть конечно афонская радость всегда пребывает с нами и покров царицы небесной матушке божией всегда покрывает нас где бы мы ни находились каких частях земли потому что православие безусловно едино и афон является сердцем монашества а монашество в определенном смысле слова является сердцем православия поэтому афон конечно всем дорог и с духовной точки зрения трудно наверно найти более благодатная тихая уединенная молитвенное радостное место чем святая гора афон поэтому милость святой афонской горы да будет со всеми нами ну а то что касается вот темы важные для меня сегодня или последние может быть годы то что выстроено то что наболело вы если об этом тоже спрашиваете то я хотел бы сказать наверное о том что важно для многих православных живущих россии на украине белоруссии да и по всему миру для тех кто вышел из бывшего постсоветского пространства и вместе со всей страной со всем народом после перестройки участвовал вот в этом всплеске всенародном интереса к нашей отеческой святой православной вере и последние 20 и более лет идет вот в этом такому общеправославном русле сейчас когда вот пройден какой-то этап пришло время уже подведение может быть первых и важных итогов осмысление своего пути и для многих это тоже является и временем определенного кризиса из испытания собственной веры испытания свои своего пути в православии вообще путь духовной жизни путь духовного спасения конечно один из самых сложных и где вопрос стоит в жизни и смерти в вечности и вот сегодня конечно как замечал тоже некий старец наш народ он попробовав вот этой благодати православия понял тоже что это и труд это духовный труд и так каждый из нас и не все мы к сожалению готовы оказались его нести этот труд нести крест святого православия поэтому второе дыхание православия для каждого человека будь то монашествующий если он там несколько 10 или более лет провел в монастыре и он как бы начинает испытывать какое-то вроде бы охлаждение какую-то скуку будь то мирянин если он изо дня в день несет свои послушания в семье несет крест православной семьи и тоже уже начинает изнемогать начинает утомляться и может быть вот на каком-то этапе кажется что это нету никакого и утешение остается только один труд да и то еще неизвестно будет ли там спасение и получишь ли все равно какой-то от господа прощение утешение потому что осуждаешь ропщишь и в общем-то не несешь достойно вот этот крест я уже не говорю о серьезных падениях отступлениях и прочее так вот радостной здесь вестью является то что если мы претерпим если мы сделаем какие-то усилия над собой если мы совсем упованием обратимся к милости божией помощи божественной благодати то в каких бы трудных мы обстоятельствах не были мы обязательно дождемся вот открытие этого второго дыхания веры то есть откроется у нас вот эта вот чистота той детской евангельской веры которую многие может быть помнят когда они приходили только в храм когда они находили и открывали для себя этот чудесный удивительный мир православия а для монашествующих когда они открывали для себя за прекрасный духовный святоотеческий путь на фоне это особенно видно это особенно чувствуется потому что люди утомленные духовной жизнью суетой приезжают туда вдруг ощущают благодать молитвы начинает в них возрождаться молитва начинают читать иисусу молитву монашествующие которые казалось может быть теряли какие-то смыслы испутывали кризис вот своей духовной жизни на фоне осознают смысл своего служения и иноческого пути к ним возвращается радость о господи и уже с новыми силами дальше кто в миру кто в своих монастырях возвращаясь в россию белоруссию украину или оставаясь на святой горе афон с новыми возрожденными силами люди дальше идут по пути спасения поэтому хочу сказать и сам себе и всем нам что новые духовные силы всегда можно найти в святом православии в святой церкви вот это я думаю благая весть для меня лично для многих из нас отец всеволод наверное не все смогут заметить ту духовную работу которую вы проделали за несколько лет пребывания на святой горе но помимо этой невидимой духовной работы есть еще и видимая часть это ваше творчество что-то пребывание на святой горе помогло вам в творческом плане появилось ли второе творческое дыхание порадуете ли нас новыми трудами когда я на афон прибыл в октябре 2010 года уже для того чтобы по милости божьей там оставаться и по сие время и в будущем надеюсь по милости божьей я не думал о том что я буду продолжать свое вот именно творческое такое послушание свое вот это рукоделие но на исповедях и от духовника услышал именно это благословение что в качестве вот своего рукоделия это продолжать что меня удивило потому что я думал что в общем для меня этот период такого общественного служения миссионерского он уже закончен но он и действительно закончен я надеюсь и пусть судит господь что там удалось сделать хорошего плохого а тем не менее такой широкой какой-то деятельности общественной миссионерской я не имею благословения заниматься но вот творчество которое связано с уединением и молитва которому только помогает если творчество основано на молитве на таком самоанализе покаянном то конечно это только помогает вот такое творчество я надеюсь что она будет продолжаться и прежде всего наверное стихи как вздохи души они рождались на святой горе вот про за прошедшие годы и сейчас если бог даст наверное будет такой сборник стихов посвященных только святой афонской горе как говорится в каждой музыке бах а здесь будет в каждом стихе афон кроме этого книга название которую говорит само за себя она называется святогорец сейчас она выходит свет и для меня она стала удивительным особенным таким делом деланием и подарком божиим потому что это для меня единственная книга которая можно сказать значительной степени написано в соавторстве с духовником большего участия чем в этой книге ни в какой другой книги я не имел они от духовника нет своих духовных других наставников ну вот в данном случае конечно эта милость божья произошла и в общем мы на исповедях беседах обсуждали и содержание книги и ее смыслы и то что нужно донести до слушателя и даже иллюстрации эскизы к иллюстрациям этой книги тоже делал мой духовник что для меня особенно ценно так что надеюсь что это будет особая книга в ряду других и не столько моя сколько вот действительно сделаны по благословению на святой горе вы можете рассказать о чем будет эта книга эта книга о святой горе только или о взаимосвязях православного мира и святой горы книга святогорец отдельно стоящая книга по афонской прежде всего теме главный герой это афонский старец и половина действия книги и и начало происходит на святой афонской горе здесь много чего будет сказано и надеюсь интересно в том числе такая вот сегодня загадочные и волнующие как-то многих людей тема это невидимая старца которых многие говорили афонские старцы и старец иосифа сихаст и паисий святогорец и говорили о невидимых старцах но невидимый старц это не главное в этой книге это только лишь одна из грань книги святогорец а говоря в общем о завязке сюжета она заключается в том что в определенный момент воля божья является старцу герою этой книги святогорцу с тем чтобы он отправился в россию почему в россию потому что но многие конечно сердцем чувствуют что от судеб россии от ее узлов таких вот смысловых духовных зависят и судьбы божьи от выбора который делает русский славянский народ наша триединая русь россия белоруссия украина от этого зависит конечно в будущем тем или иным образом даже судьбы и вселенского православия судьбы мира и вот наверное поэтому святогорец получает благословение с некой миссии отправиться в россию что это за миссия что это за задача стоит перед ним и как это повлияет на судьбу других героев об этом конечно я говорить не буду но вот таким образом здесь прямая связь и затем все продолжение книги будет уже связано с россией с героями как каждый из которых отображает может быть часть российского общества какую-то и вот как с ними будут переплетаться судьбы главного героя как будут переплетаться вот эти сюжетные люди линии можно будет уже прочесть книги не секрет что последние годы связи россии и святой горы и всего славянского православного мира усилились что дает укрепление этой связи что он дает россии что дает белоруссия украине и что дает это святой горе наверное больше все-таки это полезно для нас для нас безусловно полезно и для монашествующих которые начинали свой путь монашеский в разных российских обителях полезна та древняя традиция школа монашеской жизни аскетизма и исихазма иисусовой молитвы умного делания которая жива жива на святой горе афон вот на практике уставах жизни каких-то особенностях послушания несения послушания старцу жизнях обители очень многое мы видим того что мы просто даже не знали и понимаем что да действительно это важные аспекты духовной аскетической традиции которую мы читали у святых отцов и встречаем сохранности сохраненными на святой горе афон таким образом имеем возможность поучиться и дальше уже самосовершенствоваться духовно развиваться либо кому это господь уготовит нести этот опыт может быть и в российские монастыри так что конечно это очень важно а что касается греков но безусловно вообще единство православных само по себе очень важно и я думаю что коли скоро господь сделал так что наверное каждый четвертый или каждый пятый по статистике православный это русский вот и по крайней мере славянин славянская православие очень сильная то так конечно понятно что без вот этой вот помощи такой небольшой по количеству населения территории стране как православная греция тоже очень трудно выстоять в этом мире среди акул экономических которые окружают ее и мы знаем терзают кризисом и наверное это тоже все не случайно поэтому безусловно здесь помощь нужна взаимная и духовная и делом и плечом братским я думаю что безусловно знаю что греки тоже это ценят есть конечно человеческие какие-то и трения и разногласия они не могут не быть но вот скажем так на примере духоносных наших старцев отцов мы видим полное единство святого православия и радуемся этому какой миссионерский потенциал святой горы ведь не секрет что через афон уже воцерковились многие европе европейцы которые уже в нескольких поколениях своих семей утратили христианские корни об этом расскажите пожалуйста безусловно видим конечно на святой горе и немцев и французов и англичан и американцев и австралийцев видим их и монашеском облачении среди братьев монастырях видим и в качестве только-только воцерковляющихся паломников видим и в качестве совершенно не православных и может быть даже не верующих туристов которые приезжают посмотреть на святую гору но имеют шанс открыть для себя святой православие господь им дает там такой шанс поэтому сам по себе потенциал очень большой но миссия афона как наверное по большому счету и вообще православия это миссия сердца прежде всего миссия духа поэтому она не связана с какими-то только внешними действиями технологиями демонстрациями она связана прежде всего с тем что сердце начинает слышать сердце начинает говорить сердце начинает каяться для этого совершенно не нужно бывают каких-то внешних миссионерских приемов а вот именно та тихая афонская молитва те тихие о гавани обители куда попадает паломник где он видит богомудрых смиренных убеленных сединами старцев или может быть просто престарелых людей но вот искренне верующих и посвятивших себя богу там он и чувствует наверное истинное христианское миссионерство которое достигает свои главные цели поскольку мы находимся в беларуси в минской студии хотелось бы упомянуть что этот ваш труд святогорец новый труд насколько я знаю выходит в издательстве белорусской православной церкви в издательстве белорусского экзархата вот это первый опыт сотрудничества и если какие-то дальнейшие планы да это первый опыт сотрудничества для меня он радостен наверное еще и потому что 13 лет моей жизни прошло в сердце русского зарубежья джордан вилле а джордан виль свято-троицкий монастырь джордан вилле в америке как известно был основан выходцем из белой руси архимандритом пантелеймоном нижник поэтому это тоже так вот интересно что волю судеб и сейчас мы находимся в минской студии связи с тем что я думаю как раз вот тот факт что джордан вилле это лавра была основана выходцем из беларуси у нас на родине мало известен поэтому я надеюсь что это упущение будет исчерпана по крайней мере когда владимир всеволодович грозов директор издательства белорусского из архата узнал вот о отце пантелеймоне то было видно какой радостью в общем-то загорелись его глаза и он захотел больше узнать потому что это всегда конечно радостно и приятно узнавать о том что наши земляки сделали многое что-то на чужбине и это помогло другим джордан вилле по благословению митрополита лавра вы занимались изданием интернет-версии журнала русский инок вернее это было не интернет-версия а интернет-журнал можно так сказать и других американской изданий русской православной церкви за границей и наверное хорошо знаете историю этой обители лавры и может быть возникнет такая идея рассказать у вас уже вышел труд посвященный тому русскому опыту которое сохранил для нас для ныне единой церкви джордан виль выйдут ли какие-то еще труды у вас да есть книга она называется свято русское окровение миру где собраны и уникальные сведения о подвижниках старцах русского зарубежья в том числе джордан вилле и как раз и об упомянутом отце архимандрите пантелеймоне также о них речь идет и в фильмах которых мы делали совместно с александром федоровичем черновским известным общественным деятелем вот в зарубежье в условиях относительной внешней свободы можно было сохранять свято русскую идею монархическую идею и молитву о россии и поэтому конечно безусловно опыт русского православного зарубежья он очень велик и очень интересен кстати из белорусских архиереев можно упомянуть владыку афанасия мартоса он тоже написал книгу о своем жизненном пути и он был архиереем русской православной церкви за границей вот о нем я не знаю широко ли известно в беларуси но сейчас в наше время да но вот мы его конечно прекрасно знали изучали его книгу в эмиграции там в джордан вилле поэтому тоже чувствую то есть какие-то связи с беларусью безусловно а дело в том что когда выходила за границу 2 миграция то очень большое число людей оказалось там из беларуси во первых многих туда насильно увозили потом они по разным причинам значит там остались чтобы не попасть под репрессией вернувшись да а некоторые по религиозным и каким-либо еще причинам уходили бывали случаи целыми селами уходили потому что действительно еще впереди и так и получилось до так сказать вот времен перестройки том еще какие лихие непростые годы были впереди для верующих человек это было трудно по разным причинам может быть потому чтобы еще это было промыслительно чтобы нести свет православия другим народам вот владыка фанаси мартес кто еще еще можно упомянуть такого легендарного владыку метрофан из носка боровского его деятельность также связано с этим краем и здесь его помнят и знают он был одно время преподавателем свято-тройской семинарии в джордан вилле и оставил много замечательных трудов отец все вот если бы вам была предоставлена такая возможность позвонить в набат у нас разговор все-таки на колокольне о чем бы вы хотели сказать нашим зрителям для чего хотели бы ударить в этот набат я наверное сказал бы о том что вот прожив вот сейчас не выезжая с афона эти для меня наверное самые счастливые время в моей жизни и погрузившись в ту атмосферу забыв немножко о том что да существует вот этот мир со своими трудностями и оказавшись все-таки в миру по послушанию по некоторым делам но православной среде я приходя в храмы я обратил внимание на то что вот четок в руках молящихся в руках верующих практически не видишь конечно кто-то молится в сердце кто-то по смирению не берет руки четки может быть как-то незаметно это делает чтобы не вызывать каких-то смущений со стороны других но в чем тут собственно может быть смущение ведь заповедь апостола павла которая идет к нам от спасителя а сформулирована была апостолом павлом в послании к фессалоникийцам непрестанно молитесь она сказана в то время в то время когда монашество еще не существовало то есть она сказана для всех христиан так это и есть и вот здесь наверное нужен набат о священно безмолвии оба сихазме о вот этом умном делании которая нам заповедана о котором вроде бы все православные слышали если спросишь знаете иисусова молитва да знаем слышали даже кто-то читал там откровенные рассказы странник или какую-то другую книгу но дальше этого дела не пошло остановилась и вот это вот очень печально потому что исихазма иисусова молитва это инструмент и если нам что-то нужно неважно что то мы можем использовать этот инструмент это оружие так оно и называется меч духовный или инструмент для достижения какой-то цели в господь нам дал такой дар чего бы мы не хотели хотели бы мы спасение наших близких кого-то из родных любимых наших людей хотели бы мы помощи себе божией в какой-либо области нашему народу нашей стране все это достижимо в том числе и с помощью этого инструмента на основе него все остальное прикладывается вокруг а вот это мощное оружие вот этот инструмент он не использован насколько это возможно я обращаюсь к этой теме и в книге святогорец и здесь и к себе самому прежде всего и к другим обращаю вот этот набат наш набат нашего старца который нас этому учит и к сожалению я сам это плохо исполняю особенно это тоже вижу в миру потому что если на афоне как-то в колее молитвы стараешься держаться то здесь конечно сразу моментально все теряю и вижу что люди которые здесь господь призвал вот на христианскую жизнь и на молитву в том числе непрестанную молитву так как она заповедана в новом завете значит у них есть силы потому что господь высшей силы не дает значит у тех православных мирян которые здесь как бы это не было трудно но господь значит знает что у них есть эти силы ну а тех кого призвал на афон может по немощи таких как я они должны там тоже безусловно этот огонек тем более тоже поддерживать поэтому дай бог всем на помощи божьей в этом непрестанном молитвенном общении с богом ведь выше ничего нет отец села наверное есть надежда на то что в последние годы поскольку популярность святогорских святынь выросла наверное появился интерес и к святогорскому духовному опыту не только в монашеской среде но и среди мирян русской православной церкви других поместных церквей спасибо вам большое за беседу у нас гостях был инок всеволод филипьев автор православных книг монах подвязающийся на святой горе афон